Лея Меджина, спасибо большое, что смогли найти время. Да, у меня полно этого. Вот я весь день сегодня сижу и не понимаю, почему, если звонок в 2 часа ночи, вы что там совсем не спите? Я же знаю, что спите и надо ждать вас. Спасибо, в любом случае. Смотрите, на этой неделе Зеленский, выступая перед лидерами Большой Семерки, сказал, скоро Рождество, миллиарды людей будут встречать этот праздник, Новый год, потом другое Рождество. И вообще мир так устроен, что нужно в мире его встречать. И он обратился к России, чтобы та начала в Рождество выводить войска. И чуть ли не сразу же здесь же отреагировал Песков, который сказал, что так никогда не будет, вот что сошли с ума. Как вы считаете, в принципе, способны ли сейчас страны пойти хоть на какие-то переговоры? Не думаю. Не думаю. В этих переговорах столько времени говорят. Причем разный вид переговоров предлагают. И ничего не получается. И думаю, пока ничего не получится. Пока ничего не получится. Мне так кажется. Следующий год. Каким вы его видите? Я вообще пессимист. И мне интуиция подсказывает, что еще долго будет такое подвешенное состояние. Отобрали у меня новую газету. Отобрали Эхо Москвы. Забрали. Почти что забрали дождь. Только я настроилась, что у меня есть дождь. Теперь у меня и дождь отнимать будут. Я просто... Не знаю. То есть в следующем году, вы думаете, война не закончится? Вот по вашим ощущениям, понятно, что вы... Нет. Я знаю, после чего она закончится. Но поскольку меня грязью только вчера сильно облили в Ютьюбе, вот эти габриэляновские, то я уже помалкиваю. Я очень аккуратна и осторожна. Я не устаю объясняться в любви дождю. И он меня столько лет сопровождает. И я дружу с журналистами дождя. И я дружу с Зоей Световой, мамой Тихона Дзитко. Это вообще великая семья в истории России, вы знаете. Да, это великая семья. Это правозащитники. Это люди, у которых за спиной самый страшный гулаг. Дедушка – это гулаг Феликс Светов. А уж его отец был расстрелян. Катя Катрикадзе, когда по всей Москве шли эти взрывы страшные, рвались. Падали дома. Ее мама на улице Гурьянова погибла. Обожаю совершенно Наташу Синдееву. Умница. Мне довелось в жизни несколько раз с таким великим журналистом общаться в кадре. И я вообще это... Я вспоминаю это с огромной благодарностью. Это та самая Наташа Синдеева, которая сначала создала «Серебряный дождь». Он до сих пор существует. Потом она создала совершенно невероятную когорту лучших из лучших молодых журналистов, какие были в России. И все дома мы все слушали. И потом перезванивали, что сказал Роменский, что нам сказал Зедко. Это история целой страны. И мне ужасно больно, что они вынуждены мыкаться, можно сказать, по Европе, как какие-то беженцы, как какие-то брошенные своей родиной, названные какими-то иноагентами. Вообще, что такое иноагенты? Я уже давно пытаюсь добиться, чтобы мне ответили. Кто это такие? Кто эти враги наши, эти иноагенты? В Латвии предполагали же наверняка, что страна с очень сложной историей, что, возможно, вот такая вот ситуация возникнет. Вроде бы и журналистское сообщество сейчас поддерживает, и правозащитники поддерживают, и в Европе тоже. Но такое ощущение, что там не сдвинешь этот камень, и они прут, и готовы уже чуть ли не визы забирать у журналистов даже. Я же много бывала на гастролях и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. А от Латвии у меня такое воспоминание, сейчас плакать буду. Театр был там на гастролях, и вот я иду на спектакль из гостиницы, а за мной кто-то гонится. Я быстрей человек, еще быстрей. Я сильно ускорила шаг. И вдруг меня сзади хватает женщина и говорит, ну что же вы от меня убегаете? А это было, когда у нас мы по карточкам жили. Когда у нас было с едой плохо. Это, наверное, в 80-е, что ли, годы? Да, кажется. Ну что же вы от меня убегаете? Вы по карточкам живете. А я вот только что с дачи еду. У меня клубничка. И она дарит мне эту банку клубники. Жительница Ориги. Да. Говорит, может, чайку попьете. И вот эти люди позволяют себе выгнать наше журналистское сообщество. Молодых журналистов. Журналистов, которыми может гордиться Россия. И то, что приютили наш дорогой, любимый дождь. Латыши. Я-то такую благодарность, как за ту клубничку. И вдруг, с чего, зачем, почему так жестоко, почему так доводить Наташу до таких слез? Одного из лучших наших журналистов. Не только наших. Это какая-то такая группа журналистов, без которых, ну, невозможно жить сейчас, особенно, когда ничего невозможно узнать. И везде врут. Всюду врут. Всюду преувеличивают. Даже наши родные и любимые. Ни в чем не разберешься. А тут правду говорят. Как я работаю? У меня есть один спектакль в Театре нации, который поставил могучий, мой любимейший режиссер. Вот мне было дано с такими. Не только с Рязановым, но и с могучим. Я один спектакль делала, и другой. И у меня там потрясающий монолог, который достался нам. И с прежних времен были такие кинематографисты. Луцик и Саморядов. И вот я все жду, когда меня выбросят из этого спектакля. Монолог такой, что вот потрясающе совершенно, что у мужика жена рожала. Он сидел, ждал. Вдруг выбежали женщины, кричат, иди встречай сына. Он заходит в дом и видит, что жена его овцу родила. Овца лежит на постели вся в крови и блеет, а жена его плачет. Он, значит, выскочил и кричит, «Боже, Боже, что же ты делаешь? Мы же еще все живы». И поскакал в степь. Долго ли ехал, я не знаю. Вдруг видит. Хутор на холме стоит, а на площади церковь. Он подъехал на площадь и видит. Люди все темные лицами и роют землю ножами. А рядом на лавке мальчик сидит. Лет четырнадцать и подъехал ближе. Мальчик встал и говорит, «Езжай домой, мужик». Бог отвернулся от русских. «Я ваш последний ангел остался. Езжай домой. Живи как есть. Лучше не будет». Мужик перегнулся с седла и ножом хватил его по горлу. Раз отвернулся, то и ангела последнего нам не нужно. Мы другого Бога сыщем. И ускакал. Вот я этим хочу закончить. Вот эти ответы. Да, только не уходите ради Бога. Да. Все-таки я спрошу, вы говорите, что вы ушли из соцсетей. То есть вы даже удалили, да? Я никогда в них не была. У меня ума не хватило на это. Но за меня пишут. От моего имени. У меня суд идет. Я не понимаю. Опять она началась? А это никуда не уходило. И сейчас у меня вроде бы будет суд, что по поводу того, что я снабжаю украинскую армию деньгами. Долларами. А у нас за это измена родины. Между прочим, родине. Пришлось суд подать. Мы с вами шутим. Вы не боитесь там находиться? Я просто боюсь за вас. Да я думаю. Что же мне делать? Живей, как есть. Лучше не будет. Я думаю. Куда же я поеду? Ну приезжайте к нам. Лея Меджидовна, а как смотреть вот в это время? Сейчас Новый год будет. Иронию судьбы. Не знаю. Не знаю. Так все. Все другое. Вы понимаете, я в этом время от времени мне друзья, муж там, кто-то показывает, что про меня пишут мои сограждане. И когда я это читаю, у меня мороз по коже. Я такое вот вчера. Я такое там прочла про себя, про маму мою, про папу. Это пережить невозможно. Это невозможно выжить. Когда твои граждане, твои зрители, на которых ты работаешь, и для которых, не на которых, для которых, и которые, я вижу, что они меня любят, они подходят к рампе и кричат мне, мы вас любим. Я знаю, что они меня любят. Я всю Россию объездила. Я вообще весь мир объездила. Кроме Японии. Я весь мир объездила. Там мои зрители. Народная я артистка или еще какая-нибудь. И вот в этом году будет уже 50 лет, как я в современнике. Представьте, какие цифры. А вы говорите, уезжать. Куда же я уеду? Полвека. Полвека, да. Сейчас сцена – это спасение во время войны или это бессмысленность? Вы знаете, я потрясена была. Департамент культуры в Нижнем Новгороде запретил, чтобы актриса с фамилией Хиджаковой играла на огромной площадке, на которой лучшие наши актеры, певцы, рокеры. Там все стены исписаны. Вот гордость наша. Они все в этом киноконцертном зале выступали. И вот запретили мне играть там. Но и директор, и все, кто там работает, они отказались подчиниться. Мы играли свой спектакль, а перед киноконцертным залом какие-то женщины, которым, наверное, заплатили, плохо говорящие по-русски, кричали, ты русофоб-то, вот что! Мы против русофоба! Вот что-то, цирк какой-то, и вышли какие-то в черных масках стройные мужчины, что-то спели и как-то оскорбили меня. Но дальше тысячный зал был полон. Такие овации были. И столько... Я умру, таких цветов не будет на моей могиле. Но я думаю, что достанется тем, кто пошел против, против хозяев. Я думаю, что им достанется, и чувствую свою вину. Но это был такой незабываемый спектакль. Я вам передать не могу. Нижний Новый Град. Лея Меджидовна, вас много сейчас таких, как вы? Кто с вами вместе? Кто вы? Потому что я, например, не знаю, кто остался там, и кто еще понимает, что происходит. Все все понимают, как говорится. А кто вот рядом с вами? Кто вы? Вас много таких, как вы? Это ваши, наверное, зрители, которые сегодня приходят? И те залы и в Питере, тоже в Выборгском дворце. Тысячник, битком, с цветами. Такие письма в этих букетах цветов. Я понимаю, что они потому и пришли, что я такая. Что они такие. И так же было в Нижнем Новгороде, они пришли. Друзья, актеры, кто вот ваши? Вокруг меня только такие же, как я. Но я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. А один мой партнер, Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли. И много-много лет в квартире Коломбины. Мы играли с ним в других спектаклях Виктюка. И вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, я говорила с врачами, что это потрясающий, замечательный, совершенно артист. Помогите. Он был сильно болен. Ездила, звонила, звонила Саше, звонила его дочке. И вдруг он перестал со мной здороваться. Я говорю, Саша, ты со мной не здороваешься. И вчера, стоя на нашей общей сцене, он мне сказал, не буду я с тобой здороваться. Я расплакалась. Ну, он ушел, он не видел. Стало много плакать, потому что очень много. Ученица моего друга, очень хорошего педагога в Афгике, талантливая девочка, с которой мы выпускали первый хлеб. Я что-то, пьем кофе в буфете, я что-то ей говорю. И вдруг эта милая девчонка, талантливая, мне говорит, Лемиджи давна. Не все так однозначно. Я встала, взяла чашку и пересела. Не ожидала. Ну, очень много среди молодежи, и они заходят ко мне в гримерную, и каждый спектакль, а я первый хлеб, уже все, его нету, и Рыжакова нету, и другой театр уже. Ну, когда я прихожу единственный свой спектакль играть в «Современники», обязательно заглядывают эти ребята. Я совершенно была очарована, что Рыжаков, там и Дима Крымова ученики были, с которым я с времен Анатолия Васильевича Эфреса дружу, и талантливые ребята, интересные, и кудряшовцы. А кому позвонить-то вот так вот? Есть у вас кому позвонить? Будницкая, кому позвонить-то вот просто... Будницкая болеет очень, она в этом доме, вот за стеной у меня живет, очень болеет, очень сильно болеет. Передайте ей привет от нас и слова поддержки, чтобы она выздоравливала. Спасибо. Кому позвонить вот так вот? Да нет, есть. Кому? Ну, кому. По дворе тут живут люди, с которыми на одном языке говорим. И в театре есть такие люди, с которыми не надо выяснять нашу геолокацию. И так все ясно. И в театре... А уж я прихожу, когда в театр нации, там весь спектакль такой. Одна молодежь. Это там одна среди них. Но мы на одном языке говорим. Ничего выяснять не надо. Да, Лея Меджиновна, я хочу сказать вам огромное спасибо. Мы вас очень любим. Вы держитесь. Мы желаем вам только здоровья. И вы все-таки не пессимист, мне кажется. Потому что вы собираете... Вы собираете такие залы... А залы я забыть. Не выборский этот дворец в Питере, не вот этот вот зал в Нижнем Новгороде. Никогда не забудь. Но вот эти толпы приходят, обычно они не поддерживают пессимистов, потому что они знают, что вы не пессимисты. Посмотрим. Надеюсь, что пессимисты не победят. Спасибо вам большое. И вам за то, что вы занимаетесь этим делом дождя, оскорбленного, обиженного. Я это воспринимаю как... Я... Эти слезы, Наташа... Ой, да, она уже не... Ну, это да. Я не прощу. Я не прощу людям вот эти слезы, Наташа. Хотя спасибо за клубнику. Спасибо.